Молодому игроку предстоит ответить на 10 из 33 предложенных вопросов. Как на зачёте в реальном учебном заведении он сам вытаскивает билет. А оценка зависит только от искренности и разговорчивости героя. Вы даже не представляете, сколько времени у меня ушло на то, чтобы научиться делать подкидку. Даниил Миссюль делает это на раз-два, но сегодня у него другая задача. Отвечать на наши вопросы. Это программа «Зачёт» о хоккеистах, которые молоды, но уже незаменимы. Брат старший хоккеист. Тяжело уснуть просто от того, что он весь на эмоциях. Тренировался парень и добился чего хотел. Какой самый памятный момент в хоккейной карьере? Чего можно вспомнить? Ну, это, наверное, дебют в КХЛ, гол в КХЛ первый. На синюю линию мне пас, а далее я двинулся вперёд, бросил, попал. Там Гоша Иванов хорошо закрыл. Кстати, когда первый раз выходил, о чём думал в КХЛ? Да просто как бы думал о том, что надо хорошо отыграть, надёжно. Какие три слова для тебя главное в хоккее? Самое главное – это работать, тренироваться, развиваться. Ты бы хотел что-то поправить в своей игре уже сейчас? Знаешь ли ты какие-то свои минусы сейчас? Да, конечно. Можешь сказать, что это? Бросок сходу. Ты сам захотел заниматься хоккеем или кто-то привёл в хоккей? Ну, брат старший хоккеист, и с самого детства я в хоккейном дворце, на всех его играх, тренировках с родителями там. И поэтому там у меня всё уже, ну, как бы, я всё детство был в раздевалках, везде на льду, и, само собой, всё так получилось, шаг упал в хоккей. Кто на тебя оказал больше всего влияние вот в хоккее? Брат или родители, например? Да, все, и родители, и брат. Ну, вот сейчас, на данный момент, там, мама, папа, все смотрят. Брат все игры смотрит, разбирает ошибки, подсказывает, старается. Ты прислушиваешься к их? Да, конечно. Три самые любимые актрисы, российские и зарубежные. Опа! Ты, по-моему, первый кому попался этот вопрос. Ты не знаешь, чтобы прямо любимых-то не было. Какие фильмы последний смотрел? Последний не помню. Хороший фильм «Никогда не сдавайся», один из любимых. Ну, там, про боксера, но и вообще про саму суть фильма, как он тренировался, парень, и добился, чего хотел. За последний год какой самый крутой фильм ты посмотрел? «Форд против Феррари» смотрел. Как? Классный фильм. Классный фильм? Да. На концерте какой группы или исполнителя ты хочешь оказаться? Макс Корж мне нравится. Хотел бы на его концерте побывать. У меня его почти, наверное, все песни есть, там, со всех альбомов. Ну, такие, там, самые классные, которые больше всего нравятся. Это больше старые, там, вот, небо поможет на время. Какое самое необычное место, где тебе приходилось играть в хоккей? Не знаю, такого не было, наверное, там, зимой во дворе. На пруду играл когда-нибудь? На пруду нет, а в дворе. Во дворе играл? Вот, так, самопально залитым каткой из шланга, из соседнего подъезда. Да. Сколько тебе нужно денег, чтобы перестать думать о них? Вот, миллион долларов хватит тебе, чтобы в ближайший год не думать. Да. Сто тысяч долларов. Да, я тоже думаю, да. У тебя бывают хоккейные сны. Много неловких снов хоккейных, там, что там, вышел на лед, чего-то из формы нету. Ты бывал тогда в жизни? Нет. Ты что-то забывал. Только у вас, да. Ракушку там, коньки на выезд. На один раз краги забыл. А ты легко засыпаешь после игр? После игр нет. А перед? Перед, да. Много эмоций на играх уходит. И как-то тяжело уснуть просто от того, что он весь на эмоциях. Матерказь. Если бы не хоккей, то чем бы ты занимался? Но об этом тоже никогда не задумывался. И не было даже мысли, что вопросы такие были, но ответа на них не было. Тебя можно назвать человеком, который планирует вещи, или человеком, который спонтанно их делает? Ты вот к какому типу людей больше принадлежишь? Наверное, спонтанно больше. Какую бы песню ты всегда ставил в раздевалке? Так. И здесь у меня есть подозрение, Макс Корж будет, да? Ну, да, возможно. Какую песню бы ты заставил? Ну, Элвана. Есть песня хорошая перед игрой. Ассалют небесам хорошая песня. Как-то перед игрой ее включали. Понравилось. Окей, принято. Молодец. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...